Дароо! Эээ, Требуар, ну маразму вышел новый ролик, называется «Синяя аватарка с девушкой». Что за тренд? Видимо, этот тренд прошёл мимо меня стороной, потому что мало того, что я не ставлю синюю аватарку с девушкой, так я вообще первый раз о нём слышу, что это такое. Так что давайте глянем, надеюсь, что-то интересненькое будет. Погнали. В этом видео хочу поговорить об аватарках с девушкой на синем фоне. Давай! Э, эй, где мать его оказался? О, опять маршмеллоу. Че происходит, меня чуть танки задавил? Хехехехехех, вашара, вот я тебе отомстил. Придурок, убери меня отсюда. Я так понимаю, это рекламка у нас? М-м-м, да? В этом меня чествует внашкла. Варт flight Mode и другдром. И униксептор охлажденный винтов еще при бесплатных. Ссылки в описании. И получаем бесплатную премиальную технику. Я, как бы, понимаю, что мне здесь нужно растянуть ролик на 8 минут, дабы у меня была нормальная монетизация. Ну все. Я тоже тебя понимаю. Всё-таки я пожалею ваше время и сразу расскажу вам, откуда пошёл этот тренд. Значит, в 2017 году всеми известный рэпер Фейс выпускает альбом под названием Hate Love, где он через свою музыку, если это вообще можно так назвать, но не будем об этом, рассказывает о своей неразделённой любви к девушке по имени Лиза. И как раз-таки оригинальная фотография той самой девушки с синим фильтром была изображена на обложке к этому альбому. Но на тот момент на эту фотографию никто особо не обратил какого-либо внимания. Я, в принципе, и на Фейса не обращал внимания, ни тогда, ни сейчас, мне его не нравится. Потому что это была вполне обычная себе фотография. И многие девушки, как в то время, так и сейчас, ставят себе на аватарки в социальных сетях, обрезанные селфи, на которых их лицо видно только наполовину. Частенько так делают, и я не понимаю, зачем. Изюминка, что ли, какая-то? Данная же фотография, скорее всего, была сделана дома поздно ночью. И в качестве освещения, скорее всего, был использован свет от компьютера или ноутбука. Не знаю. И как раз-таки старые смартфоны, будь то айфон или андроид, выдавали в таком случае синюю цветокоррекцию. Может быть. В общем, что это... Не буду спорить, потому что не шарю. ...за фотография мы разобрались. Давайте разберемся теперь, как вообще абсолютно обычная фотография так сильно завирусилась. Давай. И почему появился тренд ставить себе похожие фотографии на аватарки в социальных сетях, а также создавать вот такие вот фото-жабы с изображениями популярных персонажей в таком же стиле. Завирусилась эта фотография, конечно же, в ТикТоке. А, ну понятно, почему я об этом не знаю, потому что в ТикТоке я тупо не сижу. Ну правильно, на какой еще платформе в себе забытое дерьмо может стать трендом? А именно, какая-то тёлка, наверное... Кстати, насчёт всякого забытого дерьма. Недавно читал сторис у Крида. Не у Крида, прям в Инстаграме, а в каком-то паблике прочитал. То, что его в ТикТоке называют дедом. А теперь, оказывается, всякая старая срань в ТикТоке постоянно всплывает. И они называют Крида дедом, да? Да вы сами деды, блин. Ха-ха-ха-ха-ха. ...из чувства ностальгии записала ТикТок как раз под тот самый трек про девушку Лизу из альбома Хейт Лав. Где было показано, как она сделала фотографию в синем цветокоре. А, это она и есть. То есть в том самом стиле, где видна только половина её рожи. А её парень вслед за ней сделал фотографию в таком же стиле. И типа, как это мило, как они друг друга любят. Ребят, плевать, если чё сюда, не благодарите. Ха-ха-ха, окей. Ютуб, не бань, я уважаю ЛГБТ и напрямую к ним отношусь. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Хорош. И как раз таки после подобного ручки. Не постеснялся и рассказал. Так в ТикТоке, оригинал я, к сожалению, найти уже не смог. Огромное количество людей, всё в том же ТикТоке, начали делать на эту тему различные мемасики и фотожабы. Чаще всего с какими-то известными персонажами. Например, с Ашреком. Или, например, с Гладом Валакосом. Кстати, если вам интересно, что за странный чел изображён на аватарке Глада Валакоса, то я уже снимал про этот ролик. Кликай на подсказочку. Может быть, надо будет глянуть потом. Да, самому Валакосу этот ролик кое-как не понравился. Почему? Он со всей ответственностью заявил, что я снял про него антивидео. Вот это уже всё. Это, ты сейчас тут, товарищ Ма-Маразм, это всё. Это можешь удалить в видео. Это фэк. Фэк. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. По-моему, у него раньше голос был чуть другой, не? Ну ничего, старый аферист, мы всё про тебя знаем. И как я уже сказал, данная фотография, которая вроде бы абсолютно ничем не примечательна, давно про неё всё забыли, резко завирусилась, и каждый супостат начал ставить себе на аватарки ВКонтакте или в Инстаграме. Та же стали так сделать, чисто по приколу. Нет, или же вообще... Да нет, конечно, не буду этой херни страдать, милень. ...в ТикТоке. Фото в подобном стиле. Окей. Хотя мне лично непонятно, кто вообще смотрит на аватарки в ТикТоке. Мне кажется, люди туда заходят, чтобы посмотреть короткие видео. На видосики посмотреть, ну да. Но уж явно не на чьи-то аватарки. Ну знаете, я тоже решил поддержать этот тренд. Так что, ребят, ловите. А я уж надеялся на настоящее лицо. Ну или хотя бы маршмеллоу. Это очень крипово на самом деле, как будто он смотрит мне в душу. А если серьёзно, занимается этой хернёй, понятное дело, преимущественно школота. Нет, ну в этом же ничего такого нету. Ну блин, поставили аватарку, и ладно, чего раздувать-то из этого. Потому что, ну какой взрослый человек будет ставить себе на аватарку половину своего х**а ещё и в темноте? То есть в стиле тпшек 2016-2017 годов. Никто. ТикТок это вообще наглядный пример того, как что-то давно всеми забытое может стать каким-то трендом. Самый наглядный пример, мемас с африканцами, танцующими с гробом. Это было давненько уже, по-моему. Который неплохо так вирусился в прошлом году. А, в прошлом году? Уже 4, мать его, года. И там вообще рассказывается о традиции танцевать и веселиться на похоронах в африканских странах. Ну нет, ТикТоки разделали из этого довольно смешной мем. Также в качестве примера можем вспомнить мем «Никак не живём», про который я уже снимал ролик. Не слышал вообще о нём никогда. Репортаж этот, сука, 2019 года. Да ладно, два года всего, а что здесь такого? Вообще по какому-то местному нижегородскому телеканалу. Но благодаря ремиксам из ТикТока этот репортаж стал мемом. А, кстати, музыка-то прикольная на самом деле. И здесь, рэпер Фейс, который в 2017 году делал откровенную похабщину, что даже сегодняшний Моргенштерн нервно курит в сторонке, и это дерьмо очень хорошо заходило тогдашней школоте. Да настолько, что каждый буцефал с блютуз-колонкой неистово визжал. Вообще терпеть не мог Фейса. Сейчас же Фейс поменял свой образ и выпускает более качественные треки, которые, увы, уже нахер никому не усрались. С этим согласен. Как бы альбомов месяц Фейс не выпускал, будь то 50 или 100, слушать его, как раньше, уже никто не будет. И тут резко... Потому что слишком серьезно стало, ну ты чё? ТикТоки вспоминают его подкаблучную песню о неразделенной любви к девушке Лизе из 2017-го, сука, года. И появляется тренд среди школоты ставить на аватар... Мне кажется, или она себе в ухо вставила ручку какую-то. ...фотографии с рожей, разделенной напополам на синем фоне. Ну, точнее, с синим фильтром. А вообще, я тут больше всего угорал с самого Фейса, раз уж речь зашла про него. Мне лично было бы немыслимо, чтобы я в 20 лет посвятил целый альбом девушке, которой у меня неразделенная любовь. Нет, дело, конечно, нет. Нет, чё здесь такого? Типа, он творческая личность, почему бы и нет? Его. Я тут ни в коем случае его за это не осуждаю. Ну, смешно тоже... Много как бы вообще всяких и рэперов, и просто певцов посвящают неразделенной любви треки. То пел он в этой песне, посвященной девушке Лизе, о том, что хочет её тр... Но вы поняли. Ну, так это же Фейс. Принятельный способ добиться любимую девушку. Почему-то я ещё в 17 лет понял, что если у девушки нет к тебе взаимных чувств, ты хоть каждый день её с букетом роз встречай. Это прям жиза. Хоть и ламборгини-хуракан под окном поставь, взаимных чувств ты от неё не добьёшься. Согласен полностью. А тут Фейс пишет песню, где поёт о том, что хочет её... Ну, вы поняли. Ещё и целый альбом ей посвятил. Просто гениально. Но это его жизнь, как бы пусть делает, что хочет. Просто для меня довольно смешной способ заявить о себе своей возлюбленной. Да мне кажется, он не своей возлюбленной это заявляет, а просто выплёскивает, типа, эмоции, так сказать, на треке. Ну, возможно. И ведь посмотрите, вообще, насколько тупая была аудитория Фейса в 2017 году. Сейчас Фейс изменился и делает более качественную музыку. Так эти дегенераты делают вот такие вот тиктоки, где говорят о том, что вот в того Фейса мы были влюблены в 2017 году. А вот такой Фейс из 2021 нам не нужен. И так много лайков под этим тиктоком. То есть человек, по сути, признаётся, что ему нравилось жрать дерьмо по типу... Еду в магазин Гуччи в Санкт-Петербурге. Ну да, а чё бы нет. И продолжение вы знаете, просто не могу озвучить из-за правил Ютуба. А современная музыка Фейса, когда он уже поменялся, ему не нравится. А мне и та не нравится, и эта не нравится. Вот мне кажется, с Моргенштерном произойдёт то же самое. Когда он перестанет делать дерьмо на коленке и станет делать что-то более качественное... Я очень чё-то сомневаюсь, что он будет что-то качественное делать, ему это нафиг не надо. И его тут же все перестанут слушать. В общем, история мима мы выяснили. Свои пять копеек и никому не нужное мнение её тут вставил. А на этом у меня всё. Ставьте лайки, подписывайтесь на... Лайкусик поставлю под этот видос, но, типа... Он так рассказывал про вот этот вот тренд с синими фотками. Как будто прям осуждает людей за это. Не вижу в этом ничего плохого. Не вижу в этом ничего, естественно, хорошего. Ну просто фотка с синим фильтром и всё. И чё здесь такого? Главное, как говорится, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не... Вот. Поэтому ничего страшного вообще в этом меме, точнее, в этом тренде не вижу. Я его, правда, не видел никогда и... Не знал бы о нём до сих пор, если бы не посмотрел ролик маразма. Но в любом случае, ролик сделан, как обычно, хорошо. Огромное спасибо за контент. Если вам понравилась моя реакция, лайк, подписки, комментарии. Не забывайте бубенчики прожимать. Но все интересующие вас ссылочки в описании. А с вами, как всегда, был Риборн. Спасибо за просмотр. Пока.